привет всем подостынет полезем вовнутрь посмотрим что там с клапанами зазоры у них проверим из гонжа подостыл надо тут много чего разобрать тушитель снять эту защиту снять короче поехали посмотрим результат работы на газу какой там нагар потом с клапанами 37 часов это наверно очень-очень мало как бы он работает говорят в основном же выпускной клапан прогорает там из-за того что он не успевает полностью газ сгорать открыть посмотреть сейчас смотрите если будет видно я так его покручу то есть здесь более уже может это так и должно быть вот если видно конечно вот а здесь здесь она уже шире может ему так должно быть в этой конструкции обычно там и сделать одинаково ну и вот он клапан ну наверно да можете будет пригорать потому что сам клапан не блестит не знаю попробую притереть его у меня есть специальная но тоже он не блестит там напишите специалисты в комментариях у меня сильно большой практики нету машины не ремонтируют свою технику только ну давайте посмотрим и уже раз такое дело впускной клапан так говорят что если сам совсем дешевый но как бы он и недорогой совсем плохой китаец то без вот этой чашечки вот без этой тут сальничек так что здесь у нас а вот здесь вот смотрите здесь все равномерно ну бензин есть бензин да на газу будут наверно будут погрешности со временем износы так надеюсь вам было видно а вот он клапан надо будет почистить тут какой-то нагар присутствует нагар хоть и зазоры нормальные ну почистим и тоже чуть-чуть притрем да притрем нормально то и все вот смотрите результат если видно ну все пойдем заказывать запчасти прокладку то есть вот приехали мне приехали мне прокладочки я взял про запас смотрите есть просто пара не того и а вот здесь одном сайте я нашел с герметиком и с этой стороны на всякий случай ремонт принесет вот это вот одна 38 гривень две прокладочки под крышку клапанов она идентична только это металлическая но металлические тоже продаются и даже есть реально дорогая ну а по ходу такая вот гривень 20 наглушитель взял две потому что там испортилась и взял для воздуха на воздушные фильтры просто думала она такая прорезиненная как вот есть на хондовских стоят по краю прорезиненная а снаружи металл здесь она вся такая умного так будет устанавливать также это у меня сначала нагрузку хорошо держал даже на природном газу а потом что-то он стал тяжеловато ему стал чуть-чуть заметно ну вот посмотрим поставлю у меня есть динамометрический ключ протянем как по паспорту эти прокладки они меня больше внушают доверие здесь просто без герметика я решился герметиком так чтобы будем продолжать собирать и тестировать вот я как смог так и почистил тут я не стал попритирал клапана китайская желает лучшего присутствуют люфты в этих во втулочках мы посмотрим как он будет работать собрал я генератор не стал вам показывать весь процесс сборки все собираем в обратном порядке я тут конечно чуть помучился прокладку поставил и вот этот фильтр плохо одевался изначально вот как там подушки у них есть смещение центра их поменяешь местами скажем если вот отсюда вот эти подушки если эту поставить у них там где-то на сантиметр смещается центр и тут такая штука я так поставил выбрал положение чтобы она нормально стояла и он чуть-чуть подвинулся в левую сторону и вот теперь фильтр нормально и зазорчик есть вот что я вам скажу не зря я разобрал поменял прокладку поставил то который меня устраивает небольшое дополнение снял этот фишку переключатель здесь вот вот это для природного газа там винтик а это для баллона вот и вот здесь два таких винта и можно подрегулировать смесь ну я еще не пробовал регулировать надо попробовать вот я его уже погонял на бензине на газу что я еще тут сделал отрегулировал вот этим винтом там внутри сделал два с половиной оборота это как у меня дал нагрузку 2 киловатта именно на ней в холостую не поймешь правильно нету возможности настроить 2 киловатта нагрузил полностью закрутил заслонка там полностью открыто когда здесь винт полностью закрытый то когда закрученный винт заслонку на половину прикрываешь нормально тянет правильно бедная смесь два с половиной оборота то есть я откручивал постепенно и как ну и заслонка открыта и постепенно откручивал винт у меня получилось два с половиной оборота и все и он теперь нормально работает тянет и оборотами так плавают то есть даже вообще они не плавают я не стал уже при работе там же горкотит вот заглушил решил вам рассказать всем до встречи комментируйте спрашивайте подписывайтесь всем пока